Всем привет, я Алексей Макаренков, и сегодня у нас три темы для разговора. Обсудим анонсы ремейков первых двух Max Payne'ов. Разумеется, про сам факт вы все давно знаете, поэтому разбирать будем более интересные вещи. Насколько ремейки могут отличаться от оригиналов, почему и насколько велик шанс, что получится хорошо. Заодно расскажу, как вообще права на вселенную Payne оказались у Rockstar, а то многие про это спрашивали. Плюс разберем новую технологию Epic Games, которая совсем не новая, но может сильно помочь некоторым разработчикам. Ну и традиционно будет немного на медицинскую колонаучную тему про пивасик и похудение. Усаживайтесь поудобнее, запасайтесь непитательными веществами с низким гликемическим индексом, если хотите сбросить вес, и погнали! Итак, Max Payne возвращается. Remedy анонсировали ремейки Max Payne и Max Payne 2. Естественно, права на вселенную все еще принадлежат Take-Two и Rockstar. Давайте напомню, как так получилось, потому что это довольно частый вопрос. Изначально права на вселенную принадлежали Remedy и датской 3D Realms. Rockstar выступали издателем первого Max Payne, и тогда права все еще принадлежали Remedy. Но в 2002 году Take-Two, материнская компания Rockstar, как бы вдохновилась продажами первой части игры и выкупила права на франшизу. Часто пишут, что Remedy и 3D Realms получили за это 10 миллионов долларов. Некоторые даже говорят, что, ну типа, вот дураки, как можно было так дешево продавать. Во-первых, на деле они получили 10 миллионов деньгами и еще 24 миллиона акциями. И для Remedy это была очень большая сумма. Намного больше, чем они потратили на разработку первого Max. Плюс по контракту они же должны были выступать разработчиками второй части. И на нее Take-Two отсыпало еще 8 миллионов. Очень важно помнить, кем были Remedy до того, как выстрелил первый Max Payne. Это была не микроскопическая, конечно, студия, но для разработки топовых 3D-игр небольшая. Вот, вот на этом фото почти вся команда в момент выхода первого Max Payne. Кажется, вот только одного участника не хватает, на фото 24 человека. А вся команда была, насколько знают, 25 разработчиков. А возможно, 25-й сейчас держат фотоаппарат. При этом денег от продажи первого Max Payne они получили не так и много. Потому что многое забирало Rockstar, часть уходила 3D Realms, которые финансировали разработку игры до подписания контракта с Take-Two. То есть на деньги, полученные от продажи прав на франшизу, Remedy смогли расширить команду, поднять зарплаты. Плюс у них появилась мощная подушка безопасности на несколько лет вперед. Так что продавали они права вполне осознанно. После выхода первого Max Payne у них появился шанс вырваться в высший эшелон геймдева. И они начали им пользоваться. Кстати, просто фактик из Мира Галактик. Думаю, даже те, кто не играл в первые две части Макса, прекрасно знают, что внешний вид героя во второй части изменился. Потому что в первой роль Payne исполнял, естественно, Сэм Лейк, а во второй уже актер Тимоти Гибс. И вот тут я знаю две версии, почему так произошло. По вот как бы официальной версии, Лейк не хотел тратить больше месяца работы на съемки для образа Макса. А по второй, неофициальной версии, сменить внешний вид героя было решением Rockstar. Они получили права на франшизу, планировали развивать ее и после выхода второй части, но не были уверены, что продолжат сотрудничество именно с Remedy. И боялись, что игроки вот окончательно привыкнут к образу Макса в виде Сэма Лейка, а затем что-то пойдет не так, придется менять героя, и все будут недовольны. Поэтому решили сменить образ сразу, придумали официальную версию от Маски, а с Гибсом вроде бы заранее подписали договор на использование его внешности для Макса на сколько-то там лет вперед. Если что, это все никак не подтвержденная информация. Я ее читал когда-то на фанатском форуме Мододела во времена, когда мы в игромании переводили различные моды для первого и второго Макса. И человек там ссылался на информацию от одного из бывших сотрудников студии. Копать я тогда не стал, много лет спустя про это вспомнил, но больше никаких доказательств не нашел. Собственно, что нужно знать про ремейки Максов? Сейчас часто вот можно слышать, фу, это Rockstar, они все запорят, как и в случае с GTA. Но повторюсь, делать все будут не какие-то подмастерья, а сами Remedy. И инициатива изначально тоже исходила от Remedy, а не от Rockstar. Rockstar просто согласились на предложение финнов. Бюджет, судя по всему, нормальный, и компания сказала, что он стандартный для ААА игр от Remedy. И это, кстати, важное уточнение. Сейчас вот для многих в голове, ААА проект это что-то дороже 80-100 миллионов долларов. Тут все же речь не о таких деньгах. Control сделали за 30 миллионов. Видимо, и на ремастеры Максов выделят где-то там 30-50 лямов. Обе части выйдут единым набором на ПК, Xbox Series и PS5. И вот тут, кстати, очень интересно, говоря про ААА бюджет, они подразумевают, что на каждую часть выделили вот около 30-ки или побольше, или это на обе сразу. Думаю, эта информация еще всплывет, но явно попозже, потому что разработка находится на самом начальном этапе, даже примерный год выхода пока никто не назвал. Стоит ли всему этому радоваться? Ну, на самом деле, посмотрим. Нынешние требования к играм совсем не те, что были в начале нулевых. Ремейк Максов это, по сути, создание абсолютно новых игр. И тут у меня есть одно мощное опасение. Нынешняя Remedy, с моей точки зрения, очень сильна в сюжетах и повествовании в целом. Но сюжет Макс Пейнов это некая данность, там особо работать не на чем. Немножечко дополнять, обогащать, конечно, да, но костяк останется прежним. И чтобы сделать крутых Макс Пейнов сейчас, нужна в первую очередь мощная технуха и умение делать современные боевики. Вот просто в лоб перенести механики не получится. Стандарты ожидания игроков сейчас очень сильно изменились. А именно в технической части Remedy, ну, не назвать суперсильными. Ну, как бы их уровень, это уровень Control. Если денег будет побольше, это уровень Quantum Break. И сам Сэм Лейк и вся команда последние десятилетия эволюционировали именно как сценаристы и специалисты по созданию интересных камерных миров. В тот же Control никто не играет вот только потому, что там какая-то супер боевка и офигенная графика. Просто потому, что ничего этого там нет. Играют в основном ради истории и сложного повествования. Не все, конечно, это повествование вкуривают, но те, кто вкуривает, от игры в восторге. Я, например, далеко не сразу проникся, но когда проникся, получил невероятное удовольствие именно от нарратива и от истории. Но если представить себе, что первого и второго Макса просто пересоздадут с уровнем качества боевки и графики Control'а, то никакого шедеврального ремастера не получится. Хотя остается еще вариант, что Remedy возьмут и сделают ремейк в духе резидентов. Когда название тоже, а суть игры перелопатят полностью. И от сюжета, скажем, тоже останется лишь конва. Тогда внезапно требования к техническому исполнению снизятся. Мне лично кажется, что такой вот глубокий ремейк, когда и историю переделают, и геймплей будет мало похож на то, что было в оригиналах, это очень вероятный вариант. И главная причина — это Сэм Лейк. Объясню. Я за ним очень плотно наблюдаю. И если он сам будет плотно работать над новыми Макс Пейнами, точнее, над новыми старыми Макс Пейнами, вот как сейчас многие пишут, то я не верю, что ему будет интересно делать то же самое. Он просто не стал бы предлагать это рок-стар. Лейк в свои 50 с хвостиком лет остается очень творческим человеком. Ему неинтересно тянуть ту же самую лямку. И денег у него давным-давно достаточно, чтобы не гнаться просто за заработком. Он офигенный писатель и сценарист. И он очень часто говорит, что ему интересно ставить перед собой новые необычные цели и экспериментировать с нарративом. Так что если на ремейке Макса подписался именно он, а не остальные руководители Remedy, то велик шанс, что ремейки Пейнов будут каким-то интересным экспериментом, а не просто переделкой старых игр. Но никакого достоверного подтверждения, что за дело взялся вот именно сам Сэм Лейк, и он будет руководить больше части команды, на текущий момент нет. В общем, посмотрим уже после полноценного анонса и выхода трейлеров, что Remedy на самом деле задумала, какую дорожку выбрала и как в итоге со всем этим справиться. Делать ремастеры, если что, будут на Northlight, это собственный движок Remedy, на нем сделаны Quantum Break и Control, Alan Wake 2 делают на нем же, да в общем-то все игры Remedy сейчас на Northlight. Как бы пишите в комментариях, что думаете о ремейках Макса. Во-первых, ждете ли? А во-вторых, как считаете, справится ли вот нынешняя Remedy с задачей, или в случае с Максами такие лучше было даже не начинать? И, кстати, еще напишите, не надорвутся ли они с вашей точки зрения, потому что, напомню, в Remedy сейчас работает около 300 человек, и при этом у них получается в работе теперь есть Alan Wake, второй Control в каком-то виде, мультиплеерный Condor во вселенной Control, и теперь еще вот Макс Пейны. И, кстати, я вот сказал, что Condor во вселенной Control. Напомню, что, судя по всему, все игры Remedy развиваются в одной единой вселенной. В общем, пишите, чего ждете от новых Макс Пейнов. А сейчас небольшая рекламная интеграция. В фокусе внимания сегодня VPN-сервис Surfshark. У него есть несколько очень удобных функций и особенностей, которые многим могут пригодиться. Первый момент. Surfshark адаптирован под работу на очень большом количестве устройств. Его можно ставить на ПК, на смартфоны и планшеты на базе Android и iOS. Есть версия для Firefox и Chrome. Есть клиенты под Mac и Linux. Можно подключать через Smart TV и Amazon Fire TV Stick. Плюс доступен вариант для установки прямо на маршрутизатор. То есть через VPN можно спокойно пропускать вообще весь трафик, даже с консолей. Сам VPN быстрый. В платной версии можно пользоваться одним аккаунтом на неограниченном количестве устройств. Сервера расположены в 65 странах, плюс самих серверов более 3200 штук. В программе очень удобная настройка приложений. Если вам не нужно, чтобы какая-то из прок гнала трафик через VPN, можете просто добавить ее в исключение, и она будет подключаться к интернету напрямую. Есть настраиваемое аварийное отключение. Если связь с VPN-серверами вдруг разорвется, то Surfshark не даст системе резко подключиться к сети по основному каналу. Шифруется все по алгоритму IES-256. Есть мультихоп, когда данные прогоняются через два VPN-сервера одновременно. Есть клинвеп, автоматом предупреждающий, что вы заходите на фишинговые сайты. Разумеется, есть двухфакторка для защиты аккаунта. Плюс возврат денег в течение месяца, если VPN вам почему-то не понравится. Ну и по оплате из России все оплачивается совершенно спокойно. Можно пользоваться кошельком Kiwi, UnionPay, WebMoney или, если кому-то вдруг удобно, криптой. Ссылочка на Surfshark ждет вас в описании. А по промокоду Макаренко вдаётся 3 месяца в подарок и действует скидка на подписку 83%. Не пропустите. Конец рекламной интеграции и погнали дальше. А теперь небольшая, но сильно шумнувшая в 3D сообществе новость. Epic Games анонсировали Reality Scam. Это мобильное приложение для фотограмметрии. Задумка такая. Загружаете приложение, делаете около 20 фотоснимков любого трёхмерного объекта при хорошем освещении. И получаете готовый трёхмерный объект, который можно сразу загрузить на Sketchfab и использовать в программах 3D-моделирования. Вообще, похожих программ сканеров очень много. Проблема в том, что все они работают крайне несовершенно. Для игровой разработки использовать большинство из них просто невозможно. Да, модельки они как бы создают, но потом руками приходится доводить дольше, чем делать с нуля. Разумеется, есть и продвинутые, но они более сложные и обычно завязаны на работу с нормальными камерами. И работают не через смартфоны, а уже с подключением к ПК. У Reality Scan пока доступна только тестовая версия на iOS, а релиз состоится там где-то позже в этом году. Но, если она будет работать хотя бы в половину так качественно, как показано в ролике, это будет прям отличное подспорье для разработчиков-одиночек и небольших студий, у которых нет денег на дорогостоящие оборудования. Понятно, что какие-то важные игровые объекты, которые нужно прорабатывать до идеала, просто снять и сделать не получится, но с расчётом на доведение руками, подозреваю, пользоваться этим будет уже можно. А уж для всевозможных архитекторов и дизайнеров интерьера, которым часто нужно вот просто набросать план конкретного помещения и расставить там модельки мебели без супер-детализации, вообще отличное решение. Плюс я пообщался с несколькими 3D-моделлерами, задал им такой немножечко провокационный вопрос, не считают ли они, что выход такой приложухи вобьёт к линия под их профессию. Ну и естественно, что они там в целом про всё это думают. Мысли прозвучали примерно следующие. Для крупных студий приложение не особо интересное, оно может упростить там всякое мелкое 3D-прототипирование, создание предварительных макетов уровней, но вряд ли кто-то из крупника будет пользоваться этим постоянно, потому что у студии давно есть куда более продвинутые платные инструменты. А вот для инди многие реалити-скан назвали очень хорошей идеей. Условно, если у конкретного разработчика или команды в целом есть проблемы с моделированием, если даже для начальных сборок игры ему приходится раскошеливаться на заказы чего-то на стороне, вот тут мобильная фотограмметрия может здорово помочь, потому что можно быстро сделать то, на что до этого приходилось либо тратить деньги, либо много времени. И ещё одна интересная мысль прозвучала. Смотрите, игр в реалистичном сеттинге, при этом трёхмерных игр, в процентном отношении не так уж много. И как бы для их разработчиков прога, да, может быть очень полезна. Но фишка в том, что если ты делаешь, скажем, фэнтези, то у тебя и весь антураж в игре такой же фэнтезийный. И чтобы воспользоваться мобильной фотограмметрией, тебе надо где-то найти такие же фэнтезийные столы, стулья, шкафы, посуду, и чтобы всё это было согласовано ещё и по дизайну. Потом всё это дело отснять, а затем ещё дорабатывать руками. Разработчики в основном говорят, что это будет сильно дольше и дороже, чем просто нарисовать всё ручками с нуля. И даже в реалистичных играх эта проблема всё равно останется. Потому что всё равно надо думать о стилистическом однообразии, а не просто фоткать всё, что плюс-минус подходит. Ну, либо потом-таки долго доводить всё руками и причёсывать под общий дизайн. Так что мысли, что подобные проги могут убить профессию, почти никто не разделяет. А вот то, что они могут сильно помочь в некоторых ситуациях, сказали почти все. Такие дела. Ну и да, у меня, к сожалению, сейчас нет гаджетов на iOS, поэтому технодемку я опробовать не смог, но на ютубе уже появилось много демонстраций работы реалити-скан. И прям скажем, вот на уровне демоверсии там всё так себе. То есть надо прям очень правильно делать фото при очень хорошем освещении, чтобы получилось что-то путное. Вот так же, как показано в трейлере, почти ни у кого не получается. Много артефакта, сами модели часто получаются корявенькие, получше, чем в других похожих прогах, но без какого-то вот прям монументального отрыва в детализации. Посмотрим, что будет на релизе, но пока, повторюсь, кажется, что они сделали полезную, но ни разу не мега вот прорывную штуку, которая шумнула вот просто за счёт того, что это Epic Games. А сейчас традиционная околонаучно-медицинская история. В прошлом выпуске я закинул удочку, не сделать ли материал про похудение. Было очень много комментариев, что да, надо делать. Так что будет либо совсем отдельный ролик, либо большая часть одного из ближайших выпусков. А сегодня разберём небольшую отдельную подтему, потому что всё запихнуть в один материал про похудение всё равно не получится. И поговорим мы про алкоголь и конкретно про пиво. Насколько всё это вредно для поддержания нормального веса и как работает. Смотрите, есть два распространённых мнения о пиве. Первое, что само пиво к ожирению не приводит, потому что калорий в нём мало. А толстеют люди на пиве, потому что оно просто стимулирует аппетит, и ты разжираешься именно на закусях, а не на самом пиве. И второе распространённое мнение, что в пиве содержится аналог стероидных женских половых гормонов, и если его постоянно пить, то мужской организм начинает развиваться по женскому типу. Так, словно вы эстрогены себе просто искусственно вводите в больших количествах. Рассказываю, как оно на самом деле. Точнее, современный научный взгляд на проблематику. Научных работ на эту тему много, результаты и выводы там везде чуть-чуть различаются, но в базовых вещах там везде примерно одно и то же, что позволяет говорить о том, что, видимо, так и есть на самом деле. Итак, по поводу страшных женских половых гормонов в пиве. В хмеле и, как следствие, естественно, в пиве, фитоэстрогены, аналоги женских гормонов, действительно есть. Фитоэстрогены действительно могут оказывать влияние на организм человека и вызывать соответствующие изменения. В женском организме это приводит к нарушению цикла, а в мужском появляется характерное ожирение по женскому типу, снижение мышечной массы, снижение выработки мужских половых гормонов, изменение голоса, всё-всё-всё вот это. О том, что фитоэстрогены в целом могут оказывать влияние на организм, можно сказать, что как бы доказано, например, в анализе циркадных ритмов у сборщиц хмеля. Изменения там минимальные, но они есть. Но 100% связь в научных работах все-таки доказана не до конца. А на животных наглядный пример — это один из видов клеверной болезни скота. Некоторые виды клевера содержат очень много фитоэстрогенов и изофлавонов. И если животные едят много именно таких видов клевера, у них нарушается репродуктивная функция. Хотя и тут 100% связи доказанной тоже нет, потому что там идет еще и отравление, и, возможно, связь репродуктивной функции, точнее ее снижение в целом с поглощением данного вида клевера связана именно с отравлением, а не с действием именно фитоэстрогенов. Но фишка в том, что активность фитоэстрогенов даже не в сотни, а в тысячи раз ниже, чем у наших собственных гормонов. Концентрация фитоэстрогена в пиве в сотни раз ниже, чем в хмеле. И какого-либо существенного влияния на организм человека они оказать не способны. Как действуют человеческие эстрогены в разной концентрации на мужской организм, хорошо известно из конкретных опытов. И просто сопоставив концентрацию и активность с фитоэстрогенами, легко понять, что вот все эти истории про феминизацию тела при употреблении пива именно за счет эстрогенов это чистой воды страшилки. Чтобы эффект себя проявил, в день надо выпивать даже не десятки, а сотни литров пива. А это, разумеется, невозможно. Ну и просто к слову, содержание фитоэстрогенов в некоторых орехах и семенах значительно выше, чем в хмеле, и в сотни раз выше, чем в пиве. Но даже этой концентрации недостаточно, чтобы питаясь, скажем, фундуком, где фитоэстрогенов порядочно, как-то повлиять на уровень эстрогена в крови. Но особо радоваться не стоит, потому что, во-первых, пиво очень сильно влияет на аппетит. А под действием алкоголя наше умение воздерживаться от еды рушится просто невероятно. Напомню, что этанол это яд, причем яд негативного синтеза. Вреден не только сам этанол, но и уксусный альдегид, синтезирующийся в процессе переработки спирта. Причем у уксусного альдегида есть и мощный канцерогенный, и гипотоксический, и тиреотоксический, и церебротоксический, и нефротоксический эффект. В общем, он фигачит по всем органам и тканям совершенно люто. Еще один момент — это классический вопрос на экзамене по судебной медицине, на который даже прошаренные студенты не всегда отвечают правильно. Собственно, можете сами попробовать. Какой эффект этиловый спирт оказывает на нервную систему? Тормозящий или возбуждающий? Вот прям поставьте на паузу и ответьте на этот вопрос сами себе. Ответили? Часто отвечают, что возбуждающий, потому что под градусом мы часто становимся такими активными, часто даже агрессивными. Но правильный ответ — алкоголь оказывает строго тормозящий эффект. Просто сначала он тормозит тормозные центры нашего головного мозга, и мы как бы раскрепощаемся. А затем при повышении концентрации начинают глушиться уже все нервные процессы, и наступает тотальное торможение всей ЦНС и глубокое опьянение. Еще один неприятный эффект от пива — оно препятствует снижению концентрации грелина в крови. Исследований причин, почему так происходит, я не видел, а вот работы, где просто исследовались концентрации, есть. И там прямо видно, что после выпивания даже небольшого стакана пива, на фоне употребления пищи, грелин в крови снижается примерно в полтора раза слабее, чем без пива. А грелин — это гормон голода. Если его в крови много, мы хотим есть, а если мало — не хотим. Плюс, не забывайте-таки про калорийность пива. Часто говорят, ну какая там калорийность? Всего-то около 50 килокалорий на 100 грамм. Но как бы большинство за раз обычно выпивают в районе литра пива или даже больше. Это плюс 500 калорий в общую дневную копилку. Плюс закуска, плюс общее повышение аппетита на долгие часы. Если что, калорийность пива примерно как у колы. Правда, там в основном углеводы, а в пиве их очень мало. И еще мне попадалось одно исследование, вроде бы доказывающее, что от употребления пива каким-то хитрым боком в большей степени откладывается именно висцеральный, а не подкожный жир. То есть жир на наших внутренних органах, а не то, что у нас под кожей. И из-за этого как бы в первую очередь якобы растет именно живот. С доказательствами там было, ну, не все, слава богу. Рецепторные отличия висцерального и подкожного жира, по идее не такие уж большие, чтобы пиво могло прям вот строго прирост висцерального жира давать. Но может быть связь действительно есть. Скажем так, она в теории возможна. В общем и целом, я лично для себя никогда не топил за полную трезвенность и язвенность. Там чуть-чуть хорошего вискарика или бокал вина в отличной компании где-нибудь раз в месяц слишком сильно взрослому организму с моей точки зрения навредить не может. Но в целом алкоголь это безусловный яд, и ни в коем случае им нельзя злоупотреблять. Тем более, что поправиться на его фоне тоже можно очень и очень неслабо. Так что если можете, лучше вообще не пейте. И к слову о полезных свойствах вина и всех вот этих штуках. Да, безусловно, в вине есть немало полезных для нашего организма веществ. Но вы же понимаете, что это самоуспокоение. Эти же вещества есть, например, просто в виноградном соке, в котором при этом нет этанола. Ну и еще одно кстати. Статистику, что умеренное употребление вина продлевает жизнь, думаю, видели многие. Журналисты очень любят про нее рассказывать. Так вот, это научно недоказанный факт. Есть корреляция, но реально причинно-следственная связь не доказана. Очень вероятно, что ее нет. Такие дела. Спасибо большое за просмотр. А в комментариях сегодня давайте обсуждать две вещи. Первое. Играли ли вы в первых двух Макс Пейнов и чего ждете от ремастеров? И второе. Насколько налегаете по пиву? Если налегаете, то как это сказывается по личным ощущениям на вашем здоровье и на похудении или ожирении. Если видео понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк. Поддержать канал проще всего через Бусти. Ссылочка в описании. И до встречи в следующем ролике, который уже скоро. Пока-пока. И поскольку риск блокировки Ютуба стал каким-то совсем уж высоким, напомню, что если блоканут, видео будут выкладываться в группе в ВК, в Телеге и на Дзене. Ну и сюда тоже будут стараться заливать. Все ссылочки есть в описании. Подписывайтесь, чтобы, если что, не потеряться.